Герои нашего следующего сюжета поддержали наших паралимпийцев в Сочи голосом. После такого события эстрадно-джазовый ансамбль «Санрайз» вернулся уже в звездном статусе и с новой программой, познакомить с которой в новом скором времени предстоит весь мир. С какими эмоциями вернулись именские звезды и как для них прошли игры в Сочи, узнала Ирина Кестерева. На родной сцене распеваться легче. Это первый большой концерт ансамбля «Санрайз» после сочинского триумфа. Чуть больше месяца назад им покорились главные площадки страны – Олимпиада и Паралимпиада. Для тюменских артистов это стало настоящей проверкой на прочность. Могу сказать, что первая наша песня прозвучала, практически никого не было. Но на второй песне, когда уже даже в конце первой, уже собралась толпа. Потом организаторы сказали нам, что собирали вот такую публику, огромную толпу, собирали мы и какие-то ребята с танцевальный коллектив из Дагестана. Всего коллектив дал восемь концертов на спортивных площадках Сочи и Дагомыса. Программа «Классик плюс» для ансамбля стала триумфальной. В нее вошли народные песни, вокализы Баха и Моцарта и даже хиты Алексея Чумакова. У нас цель была одна – сделать очень хорошую, интересную программу и с ней поехать на Олимпиаду. Я думаю, что нам все удалось. И, в общем-то, у нас появилось очень много друзей со всего мира. Нам пишут в контакт. В новом звездном статусе и всей российской популярностью они продолжают собирать в Тюмени полные залы. В гастрольном графике впереди Омска, а после в ансамбле грядут перемены. Наш молодой человек уезжает вообще из Тюмени. Мы хотели бы объявить кастинг на замещение вакантной должности и ищем низкий мужской голос. И как только кто-нибудь открытится, будем делать новую программу. У мужской половины нашего города есть уникальный шанс выступать в компании четырех красавиц и путешествовать по миру. Организаторы Олимпийских игр взяли контакты ансамбля и обещали приглашать на все самые крупные концерты страны. Ирина Кистерева, Николай Комаров, Сибинформбюро.